есть у меня вот такие вот замечательные часы имеющие отношение к войне 1941-1945 годов о чем вот здесь сверху на безеле есть надпись внизу победы лавровые венки атрибутика каска лавровые венки флаг вот такой это часы производства чистопольского часового завода восток выпущены к 50-летию победы я про них как-то уже рассказывал возможно но вот поскольку тема военная хотелось бы какие-то малоизвестные факты что ли вспомнить которые относятся как раз к этой войне итак потери после войны вермахта составили более 8 миллионов человек если посмотреть статистику то из соотношения 1 к 10 советских военных погибло 80 миллионов и 26 мирных граждан 26 миллионов в конечном итоге уничтожено 70 процентов населения всего ссср к большому сожалению вопрос о числе погибших до сегодняшнего времени остается открытым и никто на него ответа не даст в течение десяти лет после дня победы советский союз формально находился в состоянии войны с германией вышел так что приняв капитуляцию немецкого командования советский союз решил не подписывать мир с германией и тем самым остался с ней в состоянии войны и лишь 25 января 1955 года президент верховного союза ссср издал указ о прекращении состоянии войны между советским союзом и германией тем самым юридически оформив окончание боевых действий 334 населенных пунктов в украине были сожжены немецкими нацистами вместе со всеми жителями самым крупным городком уничтожим захватчиками стала корюковка черниговской области за два дня из 1300 домов были сожжены 1290 убитые сожжено сожжено около семи тысяч жителей городка интерес согласно секретным приложениям к постановлению государственного комитета обороны зафиксировано на всех этапах войны победных и провальных пили в красной армии примерно одинаково к примеру уже в декабре 1943 года красная армия употребила пять миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч литров правда горячительной полагалось не всем 20 июля 1941 года главный снабженец сср анастас микоян предложил своем постановлении установить начиная с 1 сентября 1941 года выдачу 40 градусной водки в количество грамм в день на человека красноармейцем и начальством составу действующей армии но сталин после слов составу дописал войск первой линии мол хочешь выпить иди воюй а не отсиживайся в тылу более 400 человек совершили подвиг аналогичный матросовскому первым кто пошел на амбразуру стал младший политрук танковый рот александр панкратов 24 августа 1941 года боях за ворону новгорода панкратов закрыл собой вражеский пулемет что позволило красноармейцам без потерь занять плацдарм в целом же до александра матроса аналогичный подвиг совершили 58 человек во время войны на различных фронтах служило свыше 60 тысяч собак четвероногие бойцы диверсанты пустили под откос десятки вражеских эшелонов более 300 бронетехники противника уничтожили собаки и истребители танков псы-связисты доставили около 200 тысяч боевых донесений на санитарных упряжках четвероногие помощники вывезли в поле боя около 700 тысяч тяжелораненых красноармейцев и командиров с помощью собак саперов было разминировано 303 города и населенных пунктов в том числе киев харьков львов одесса обследованную площадь 15 153 квадратных километра при этом обнаружены обезвреженность свыше 4 миллионов единиц вражеских мин и фугасов гитлер рассчитывал на свое нападение на сэр как крестовый поход который следует вести террористическими методами уже 13 мая 41 года он освободил военнослужащих от всякой ответственности за свои действия при выполнении плана барбароса никакие действия служащих вермахта или же действующий с ними лиц в случае произведения гражданскими лицами враждебные действия по отношению к ним не подлежат пресечению и не могут рассматриваться как проступки или военные преступления во многих странах в том числе во франции великобритании бельгии италии даже ряде других именем сталинградской битвы названы улицы скверы площади только в париже имя ли сталинград носит площадь бульвар и одна из станций метро в лионе есть так называемый бракант сталинград где расположен третий по величине в европе антикварный рынок также в честь сталинграда названа центральная улица города болонии в италии осенью 1943 года в сср было восстановлено патриаршество и церковь наконец обрела легальный статус в общей системе советской государственности 4 сентября 43 года на даче у сталина где присутствовал первый председатель совета по делам русской православной церкви карпов также маленков и берия сталин заявил что нужен комитет или совет по делам русской православной церкви при совете народных комиссаров сэр совет должен осуществлять связь между правительствами под патриархом совет сам решение не принимает а докладывает обо всем правительству и от чего и от него передает государственное решение церкви сформулировал свою мысль сталин октябрь 1941 года знаменутся массовым убийством в одессе свыше 50 тысяч евреев расправились с населением румынские войска под руководством гитлера в истории период известен под названием убийство евреев одессы фашистами было похищено много советских детей и вернуться на родину после войны смогли только 23 процента остальные так и считали себя немцами до самой старости возможно они не знают и никогда не узнают о своем происхождении организация lebensborn с переводить немецкий источник жизни была основана 12 декабря 1935 года по приказу рейхсфюрера эсэс генриха гиммлера первоначально ее создали как сеть приютов куда девушки германии могли сдавать незаконнорожденных младенцев от обоих родителей издающих мальчика требовались справки о расовой чистоте отсутствие хронических болезней и судимости по словам гиммлера lebensborn это фабрика арицев для создания идеальной нордической расы который предстоит заселить территории чехии польши сср с 1940 в функции lebensborn расширились и организация приступила к открыть пунктов в захваченных странах европы 10 в норвегии 3 в польше 2 в дании по одному в нидерландах франции и люксембурге в 1941 руководство третьего рейха отдал и приказ начать программу о немещивании слои славян рассказывает историк тогда уж молитский и взрослого lebensborn приписывалась из мать чехи польши югославии а с лета 43 года и в сср малышей с арийской внешностью со светлыми волосами и голубыми глазами их отбирали у родителей иногда просто посещали на улице зачастую lebensborn отправлять детей партизан включая новорожденных зафиксированы случаи когда немцы забрали в приют ребенка пяти дней от роду после разгрома в 1942 году партизанские ящейки в столице словении дети подпольщиков возрасте до пяти лет были посланы на адаптацию в lebensborn а их родители расстреляны берлинская операция 1945 года занесена в книгу рекордов гиннесса как самые крупные сражения в истории с обеих сторон сражения принимал участие около трех с половиной миллионов человек 52 тысячи орудий и минометов 7750 танков 11 тысяч самолетов подлинное знамя победы покоится как священные религии в центральном музее вооруженных сил и запрещено хранить в вертикальном положении сатин из которого сделан флаг материал хрупкий поэтому знамя уложено горизонтально и покрыто специальной бумагой из древка даже были выдернуты 9 гвоздей которыми в мае 45 года к нему прибили полотнище головки их стали ржаветь и травмировать ткань в последнее время подлинный знамя победы показали только на недавнем съезде музейных работников россии пришлось даже вызывать почетный караул из президентского полка поясняет аркадий николаевич дементьев во всех остальных случаях присутствует дубликат который с абсолютной точностью повторяет подлинник знамени победы он выставлен в стеклянной витрине и давно воспринимается в качестве настоящего знамени победы и даже стареет копия точно также как исторически героическое полотнище вооруженное который было вооружено много лет назад над рейхстагом вот такой вот вот такое у нас событие ну что ж на этом пожалуй все спасибо за внимание до свидания